Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу из стен Новосибирского государственного художественного музея. Я с большим удовольствием хочу вам представить директора художественного училища, которое, мне кажется, очень заинтересовано сегодня может нам рассказать о юбилее художественного училища Новосибирской области. Нина Степановна Ягодина. Нина Степановна, добрый день. Мне очень интересно, потому что здесь представлены работы разных периодов, может быть, даже разных жанров, и все посвящено 30-летию нашей художественной школы. Да, это выставка ретроспективная, она сделана за много лет, и мы достали из фондов некоторые работы, те работы, которые мы считаем золотым фондом нашего училища. Эти, конечно, выпускники давно уже не учатся, может быть, некоторые из них работают уже у нас в качестве преподавателей, но остальные работы, авторы этих работ, конечно, уже не учатся, потому что это в основном дипломная работа здесь представленная. Есть у нас аудитория, вернее, зал, где представлена учебная работа, это своеобразная кухня, где мы показываем, каким мы пользуемся стилем при обучении учащихся. Это, конечно, традиционный русский стиль, стиль изобразительного искусства 18 века, который зародился у нас в России, а потом он, конечно же, и затерялся, я бы сказала. В Европе 18-19 он процветал, а в 20 веке он уже потерял свое значение. Мы, как островок сохранения традиционного искусства изобразительного здесь себя позиционируем. Очень хорошо и активно. Триптих, напротив которого, и он, так я понимаю, эмоционально открывает всю экспозицию в стенах художественного музея. Кто автор и что здесь изображено? Автор Мария Куляпцева. Вы знаете, мы выбрали эту работу ключевой, потому что заканчивается определенный период жизни, в данном случае обучение в училище, стоит выбор жизненного пути, не только, скажем так, вот творческого пути, но еще и жизненного пути. Молодая девушка, у нее есть друг, они принимают решение в данный момент соединить свои судьбы. И на самом деле они приняли это решение, они вместе сейчас обучаются, вместе работают, заочное обучение. В общем, они сейчас вместе. И я почему-то посчитала, что эта работа должна быть здесь ключевой. А вообще, вот на этой экспозиции, на этой выставке, юбилейной, представлены работы дипломников, как вы сказали, ну вот судьба у всех сложилась как художников или по-разному? Кто-то стал педагогом, возможно, не только в стенах училища, наверняка и такие есть, да? Ну и в других, скажем, художественных, учебных, образовательных учреждениях России. Про это, если можете, скажите? Да, конечно. Многие стали преподавателями, потому что у нас педагогическая квалификация есть у всех наших выпускников и дизайнеров, и художников театра, и живописцев. Живопись танковая, станковая, вот это от слова «станок» пишут картину на станке, она, конечно, это наша ниша. Это своеобразная ниша, потому что в архитектурной академии Ангуади ныне там монументальная живопись. В Институте искусств, бывший худограф, там учителя рисования, черчения и труда выпускаются. А вот картину пишут только у нас. И, конечно же, вы знаете, они выходят у нас после окончания училища, у них есть, скажем так, удочка в руках, чтобы рыбу поймать, чтобы себя прокормить, потому что они педагоги. Но сказать, что они все стали художниками, я не могу, потому что Союзы художников сейчас общественные организации, они не являются работодателями. Да, непрофессиональные, да. Для того, чтобы выпускнику, молодому художнику стать членом Союза художников и, скажем так, этим занятием прокормить себя и семью, наверное, как бы нереально. Хотя вот я считаю, что художники, даже вот большие известные художники не всегда, мне кажется, могут сами себя прокормить, потому что рынок, наверное, произведения искусства у нас в России не развит. Не развит, абсолютно с вами согласен. Многие из них преподают в художественных школах, в школах искусств. Многие уезжают в Москву, в Петербург, работают, будучи даже живописцами, работают дизайнерами. Некоторые траектории меняются, так вот, личные творческие траектории. И я так понял, что практически все ваши выпускники уже на последнем курсе, они востребованы, они знают, куда они пойдут. То есть нет... Да, дизайнеры уже определились своей будущей профессией. Живописцы, конечно, немножко... Сложнее, да? Да, сложнее. Ну, потому что творческие процессы здесь как бы... Все равно они возвращаются, конечно, к искусству. Они для этого жить уже не могут. Они, скажем так, вот, заражены. Да. По-хорошему. Я знаю, что вы даете еще и образование сценографов, да, те, кто приходят в театр на сценические площадки. Это тоже очень интересная тема. Да, мы обучаем художников театра. Мы их... Это у нас эксклюзивный товар. Мы их набираем редко, раз в четыре года. В этом году немножко отступили от правила. Мы набрали первый курс, когда четвертый еще обучается. Существует. Да. Вот для того, чтобы преемственность была, для того, чтобы четвертый курс ввел их в профессию, помогал преподавателю, мастеру освоить эту профессию. А мастер у них Владимир Афанасьевич Фатеев, художник-постановщик. Да, известный театральный, да. И он в многих театрах ставил спектакли, больше 60 спектаклей он поставил как художник. И очень востребован не только у нас в городе. Да, но и за пределами Инстепана. Очень многие молодые интересуются, что необходимо для того, чтобы прийти, учиться. Потому что очень многие дети учатся в студиях. Даже вот здесь, в стенах художественного музея, есть своя студия «Зазеркали». А что необходимо для того, чтобы проявить свое, скажем, впечатление от работы, от карандаша, возможно, зарисовок, с тем, чтобы перейти вот в это качество, стать абитуриентом, может быть, какие-то консультации, может быть, какие-то предварительные. Так, чтобы молодой человек понимал, что у него есть такая возможность, и можно реально пройти на консультацию, или попробовать себя, скажем, стать художником. Что это такое? Я говорила, что, конечно, они осваивают процесс обучения, серьезную академическую школу получают. Программу серьезную. У нас очень много часов живописи, рисунка, композиции. Просто так поступить, не имея базы подготовки, невозможно все-таки. Наши абитуриенты – это выпускники художественных школ, школы искусств. Есть у нас, конечно, самородки, они приходят к нам на курсы, занимаются, бывает непогоду, занимаются больше и поступают. Поступить сложно. Поступить сложно, потому что конкурс очень высок, к нам приезжает вся Сибирь и Дальний Восток. Это вот прошлым летом, прошедшим летом. Большой набор на первый курс? Сколько примерно человек? Вот в этом году мы набирали 50 человек. Ага, всего лишь? Да, ну и конкурс составил почти 9 человек. 8,75 на место, да. То есть получается где-то порядка 500 человек было, да? Половину мы набираем живописцев и половину дизайнеров. Я знаете, что хотел бы? Здесь очень необыкновенная, интересная композиция для наших зрителей. И может быть пройдем в соседний зал, да, для того, чтобы представить все работы. Прошу. Это авторское видение «Короля Лир». Я скажу об авторе лучше. Наш выпускник, выпускник еще Бердской художественной школы. После окончания училища он 5 лет учился, тогда программу осваивали 5 лет. Сейчас 4. Он поступил в Красноярский художественный институт, там учился 6 лет. Окончил уже институт искусственников Ростовского. Просто там произошла реорганизация. И теперь он у нас преподает. И мы очень рады, что он с нами. Вот это его дипломная работа. Ну, необыкновенно интересно, потому что я как специалист в какой-то степени по театру сразу обратил на нее внимание. Она так расположена вот в этом зале. Знаете, как открывают, как портал открывающийся. Ну, и, конечно, меня поразила работа, которая соседствует с ней. Совершенно необыкновенный интерьер. Очень теплый портрет. Я так понимаю, что вот здесь представлены работы, видимо, самые-самые топовые, да? Да, это работы из Золотого фонда. Тут несколько работ, которые мы выбрали. И они, конечно, из стен училища реже выходят. Вот мы очень много выставок делаем по городу, по области. Вот эти работы, они в Золотом фонде. И мы стараемся их в ретроспективе показывать. Я, знаете, что, продолжая мотив, о котором мы говорим, ближе вот к учебным работам, хотел предложить перейти, значит, еще в одну часть экспозиции, где вот как раз мы бы увидели, из чего складывается это творчество, результатом которого являются работы Золотого фонда. Прошу, пойдемте. Нина Степановна, ну ведь задача сегодня образования – это ответ. Это ответ на социальный запрос в условиях города, региона. И здесь, конечно, нельзя не, скажем, обеспечить условиями. Я думаю, что вот мы начали говорить об административных возможностях. Надо создавать условия. Вот не случайно год нематериального художественного наследия, да? Вот задача художественной школы, вот которой вы руководите, в чем? Я задачу свою вижу в сохранении традиционной академической школы. И в этом зале мы как раз представили академический рисунок и академическую живопись. Нам иногда говорят, что это архаика. Но я думаю, что мы напоминаем о вечно красивых началах, исцеляющих нашу современность. В городе существует большой заказ на реставраторов, на скульпторов, на креативные профессии в художественном искусстве. И все это можно было бы, конечно... Развивать, расширять. Развивать, да. Тем более педагогическая база, я так понимаю, очень хорошо отстроена вами сегодня. И образовательные программы, конечно, у нас оптимальные. И можно было бы таких специалистов готовить. И у нас были такие планы. Но, к сожалению, вот из-за нехватки помещений мы не можем пока выполнить этот заказ для города. Да, социальный заказ. Причем не только... Вы же готовите не только для жителей Новосибирской области. У вас же межрегиональные поступления. Сибирь, Дальний Восток, Север. И, вы знаете, вот есть такая некая тенденция, слияние. Мне кажется, что это чуждо. Вот таким учреждением, которое является, имеет свою историческую генетику, как художественное училище. Мне кажется, это глубоко самостоятельное. Самостоятельное и областное наше, да, этим гордиться надо, наш региональный художественный форпуст. Да, 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 да. Именно. Вот я не зря сказала, что это островок сохранения академической школы. Вы знаете, в России 42 художественных училища. Мы самое молодое, кстати, училище. После нас училище не создавалось. Были примеры слияний. Два училища. Я говорю о музыкальном училище, Абаканском. Оно слилось с университетом. И училище Челябинское с Южноуральским государственным университетом. Сейчас мы об этих училищах ничего не знаем и не слышим. То есть размылось. Размылось, да. Они исчезли. Вот это художественное педагогическое наследие надо очень трепетно сохранять, на мой взгляд. И задача тех, кто помогает, создает условия, непременно нужно об этом беспокоиться. А самое главное, я думаю, что вы сегодня демонстрируете как раз полноценность этой работы. Вот 30-летие и в художественном музее вы выставлены. Это как раз информационный повод обратить особое внимание. И мне кажется, что это не останется без внимания для наших руководителей. В министерстве, в губернии, в полупредстве, надеюсь. Спасибо, Виктор Иванович, что пригласили меня для беседы именно на выставку, именно на художественный музей. Потому что художники мало говорят, они показывают. Да, демонстрируют. И я надеюсь, что наша выставка доказала, что мы можем претендовать на развитие, можем претендовать на внимание имеющих власти. Ну и потом, вы знаете, мы очень часто упоминаем понятие культурной столицы, новосибирская культурная столица региона, федерального округа. И этому все соответствует. Потому что образование как часть культуры восполняется за счет ротации все время. И мне очень нравится, что ваши выпускники преподают у вас. Мы выходим буквально накануне Нового года. И Новый год жизни, 31-й год вашего училища. У вас есть блистательная возможность обратиться ко всем, кто смотрит программу «Дома культуры» на 49-м канале. И сказать вам добрые слова и пригласить к вам. Я благодарю и поздравляю наш коллектив с 30-летием. Я желаю всем здоровья. Коллектив у нас уникальный. Он оптимальный по возрастному составу. Потому что 30% – вот как раз у нас возрастные опытные педагоги, которые передают свой опыт тем, кто приходит преподавать. Средний возраст – 30%. И молодые преподаватели тоже составляют треть нашего коллектива, которые окончили наше училище, окончили вузы и вернулись к нам преподавать. Всем, кто учился и учится в училище, и всем просто, кто любит наше училище, кто бывал в нем, кто его знает, всем желаю здоровья, всем желаю творческих каких-то новых успехов, ну и добра, и красоты, и любви. Спасибо большое. Нина Степановна, ну а вас мы поздравляем с 30-летием вашего училища, вашей художественной школы, и, конечно, приглашаем в стены и училища, и художественного музея. Друзья мои, для вас наша программа «В Доме культуры на 49-м канале» продолжается. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok